Привет-привет, дорогие друзья! С вами Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня у нас ожидается довольно интересный ролик. Я приехал на улицу Ревудского, и здесь находится продуктовая ярмарка. Одна из самых больших в Украине. На эту ярмарку приезжают торговцы со всей Украины. Здесь есть продавцы из Винницкой области. Черкасской, из Закарпатья, из Ивано-Франковской области, с Черниговской. Ну, в общем, здесь можно встретить торговцев практически со всей территории Украины. Поэтому выпуск ожидается интересный, а также информативный. Покажем, что у нас здесь продается, и ответим на самый главный вопрос, сколько же это стоит. Я нашел здесь, возле ярмарки, грузинский ресторан. Он хинкальная. И давайте посмотрим, сколько же здесь у нас стоят хачапури, а также хинкали. Вот стоимость можете видеть на видео. Кому интересно, то нажимайте на паузу и смотрите. Также вот с той стороны ничего нет. Хачапури по-взарски. Стоит 195 гривен за 500 грамм. Пишите, есть ли у вас в стране грузинская кухня, и сколько она стоит у вас. Будет очень интересно почитать. Друзья, по статистике, 90% зрителей канала смотрят мой канал без подписочки. Друзья, давайте исправим эту ситуацию. Нажмем на паузу и подпишемся на мой канал. Я публикую информативные, а также интересные ролики из жизни столицы ежедневно. Поэтому подписывайтесь и следите за контентом, если вам интересен подобный контент. Также не забываем про лайки. Мне будет очень приятно, дорогие друзья. А мы с вами залетаем на ярмарку. И посмотрим, что у нас там есть, что изменилось, как изменились цены. Ну, в общем, смотрите это видео до конца. Скоро все узнаете. По субботам на ярмарке перекрывают центральную улицу Ревудского. И здесь обычно образовывается пробочка. То есть, так, давайте перебежим быстренько. Ага, перебежали. И здесь очень сложно проехать. Даже вот машинам экстренных служб, скорой помощи, пожарным. Я, кстати, снимал здесь обзор. И как раз вот ехали пожарные по вот этой улице. Ссылочка будет выше. Там очень такой интересный контент, очень необычный. Я просто шел с ярмарки и заметил, что начали съезжаться машины пожарных, полиции, медики приехали. В общем, посмотрите, узнаете, что у нас там происходило. Ссылочка будет выше. А мы с вами залетаем на ярмарку. Очень много народу сегодня, конечно. Давайте начнем с живой рыбки. Карасики по 85. Давайте скажем так. Здесь два сухих, серебристых, икра, икра, и щуки. А быстрее, когда выбираете такой стол, у нас вот такая макина. Это считается серебристым. Судак. Я вам положил, чтобы до ламбада дать, если у вас помешало. Честно. Действительно. Очереди огромные просто. Дивите, на любые тазики, что рыба была и нехтихна. 267. Просто огромные очереди. Белый Амур. 160. Зеркальный. Толстоводик. 102 килограмм. Толстоводик 90. Сом 200 гривен за килограмм. Судак 230 и 250. Также стейк сома, стейк сазама. Очень, конечно, большой ассортимент. Сом 200 гривен за килограммчик. Очень много сомов, конечно, здесь. Хурма 10 гривен за килограмм. По 25 гривен за килограмм. Апельсин, мандарин. Апельсин по 45. Хорошая цена, кстати. Здравствуйте. Какую цену Наполеон домашний у вас? Ага. 130 гривен. Полкило. Полкило. Ага. 260 за килограмм. Спасибо большое. Видели цены на Наполеон домашний. Интересненько. Тут хендмейт какой-то. 150 гривен. Ну, хвост можно летать. Красава. Этот день Валентина был. А какую цену у вас такой котик? 150 гривен в виде сердечка. Вот это 200, сейчас 150. Все будет. Блин, вон и будет этот. Я сегодня вот такие вот по 100 гривен. Угу, по 100 гривен. Я смотрю пока. Интересно, у вас милые, конечно, игрушки. Самые дорогие вот 250. Ага. А так в среднем 150. То Ти тоже 150. Это вы их сами делаете, да? Да, вот стою вяжу сейчас даже. Даже сейчас вяжите. А можно ваш телефончик, пожалуйста? Если кого-то заинтересует, я вам позвоню. Или напишу в Вайбер. Да, можете. У вас очень большой, интересный такой ассортимент здесь. Такие зайчики классные. За 50. Все под чашку, под чашку. Носочки такие милые тоже. Это кукла перевертыш. Ага, перевертыш. Ага, покажите. Кукла перевернутся. Вау. Ничего себе. А ну-ка, можно? Да, конечно. Вау, просто невероятно. Никогда такого не видел. Сколько стоит, подскажите? 250. Сами дарю ЮЦ. 250. ЮЦ Ц3, 250. Понял. Хорошо, можно ваш, пожалуйста, Вайбер? Да. Так, взял телефончик. Ага, интересненько. Под заказ тоже вяжу, кому что понравится. И под заказ вы тоже делаете игрушки, да? Да, если выберут там игрушки, высылают мне не на этот, я потом вяжу. Я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Ого, такой Патрик. Классный. Из спанчбоба. Тоже 150 гривен. 150 гривен. Очень много интересных. Вот дракон, а у вас дракончик. 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 2024 год. Да, и вот дракончик 225. Символ года у вас. Тоже дракончик классный такой. Хорошо, спасибо вам большое. Желаю хорошего дня, хорошей торговли. Удачи вам, до свидания. Такая хорошая, хорошая женщина. Вот видите, какие милые изделия она просто делает. Раньше ее здесь не было. Это я просто чисто пришел на ярмарку. И вот такую красоту увидел. Такие классные игрушки. Друзья, кому интересно, то пишите в телеграм. Ссылочка будет в описании под видео. Могу отправить вам за границу, а также по Украине. То есть я свяжусь с этой девушкой, приобрету для вас и отправлю. Так что пишите в телеграм, кому интересно. Молоко. Давайте посмотрим, сколько оно у нас стоит. Литр 26 гривен. 3,7 гривен. Жирности. Мед в какую цену у вас, подскажите? 90, 140, 170. Спасибо большое. Масло. Польское масло. 45 гривен. Гранат. 40 гривен. Одна штучка. А сок в какую цену гранатовый у вас? Ага, 130. Спасибо. Такой запах гранатовый, приятный. И правда. Арахис. Жареный. Гранат. Спасибо. Гранат. Гранат. Продолжение следует... Очень много людей сегодня, конечно, на ярмарке. Прям невероятно много. Давайте посмотрим, какую стоимость у нас яйца. Большие 60, 58, 46, 48. Фундук 150 гривен за килограмм. Гранат 1 штучка 80. Иванрам огурчиков 50. Перец тоже 50. Помидор 25. Хурма 70. Очень разнообразный ассортимент яблок. По 20 гривен. Возьму килограмм, пожалуй. А можно пакетик, пожалуй? А, вот сверху. Так же, вот яблочки. Все по 20 гривен. Это все по 20 гривен у вас, да? Ага, чемпион. Самаренко. Также здесь продается яблочный сок по 220 гривен. Вот так вот он выглядит. А сколько тут объем яблочного сока? 5 литров. Ага, 5 литров 220 гривен. Взял яблочки. И вот тут такая интересная точка со свечами. А в какую цену вот такие свечи у вас, подскажите? По 100 гривен. Ага, по 100 гривен. Интересные такие. Разноцветные. Такие тоже по 100, да? Нет. Такие по 70, по 60. Тут везде по 70. В основном по 70. Пару цветов есть по 60. Вот по 50. Такие по 50. Такие по 50 гривен. Интересный, конечно, у вас ассортимент. Сразу обратил внимание. Необычно. Тоже вот такие свечи. Интересные. Красивый такой орнамент. Свечи в виде елочки. Интересные. На Новый год. Оригинально. Мед по 150 гривен. Интересный ассортимент у вас. Необычный. Хорошей торговли вам. До свидания. Интересные свечи. Интересные свечи. Такие продаются. А у нас вот снег начал в Киеве идти. Пока снимал, то начался снег уже. Здравствуйте. А брелочки в какую цену у вас? Я тебе перезвоню. Сейчас секунду. Прюжина. Брелочки. Стос. 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 Интересно. А какой материал это у вас? Бронзов. Ага. Бронзов. Мы сами в Запорожье заправнили. У нас мистерля. У нас ищи мы красивалы раньше. Запорожье. Вот такие брелки разъезжаются в Украине. Интересные такие брелки. Встыка уже состуклили. Какие жачки поступили сегодня? Это мы в Я-В-Э. Бол machines. Документы. Общипывайте. Встыка уже. Встыка уже. Встыка уже. Рыбки 280, подвески по 200. Да, интересно, конечно, работаю у вас. А можно, пожалуйста, ваш телефончик? Если кого-то заинтересует, то я с вами свяжусь. Здравствуйте. 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 Там уже страничку, там у нас же гораздо больше. Я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошей торговли, до свидания. Красивые такие брелочки из бронзы. Тоже взял телефон этого мужчины, такой приятный человек. И если кому-то интересно, то пишите в Телеграм. Могу приобрести и отправить для вас. Соленые огурчики, по 60 гривен. Людей, конечно, сегодня прям от свах на ярмарку. Давайте посмотрим, сколько стоит хлеб. Выбираем хлебчика. Так, хлебчик вы фотографируете. Снимаете на камеру, потом будет футбук. Я только знаю. Я уже бачу. Ярмарка на Ревудске. Ну да, да. Что-то, что-то вроде цега. Дякую. Гарную торговлю вам. Снег, конечно, усиливается уже у нас. А ярмарка не заканчивается. Ярмарка продолжается. Рулетики, оливочки, соус, кофе. Просто очень большой ассортимент всего. Филадельфия. Из Чернигова торговцы приехали. Некоторые люди, вот, предусмотрительные, взяли зонтики. Молодцы, правильно. Такой мокрый снег, не очень приятный. Также на ярмарке вот люди жарят шашлаки. Там покупают. Покушать, выпить и отдыхают от тяжелых рабочих будней. А я сегодня планирую взять сыр. Как обычно, на той точке, где я беру, скорее всего, большая очередь. Можете наблюдать. Сейчас постою. И потом покажу, что я купил. И цены у нас на данный момент на сыр. И вот, как я купил. Друзья, купил сырочек, а также шоколадное масло. Обязательно в конце видео покажу, что я купил и сколько это стоит. Смотрите, медведь. Только медведь что-то раздевается. Все, медведь покидает ярмарку. Также тут делают кофе, чай для торговцев. Потому что стоять очень холодно. Они стоят, кстати, с 6 утра на этой ярмарке. Зармарка, да. С маком сколько? Двух. Двух. По костер. Штургер вот такой, с маком 45 гривен. Стуроганый пирожок 17 гривен. С высшим и шоколадом 65 гривен. Нет, я ничего. Можно, пожалуйста, штрудель с маком один? Один. А синнабон в какую цену у вас? 60? 65 классический и 75 идет уже и вишня и шоколад. Ага, я понял. Спасибо большое. Хорошего дня вам. До свидания. Взял вот такой штрудель с маком. Он мне обошелся в 45 гривен. Сейчас буду пробовать и покажу, какой он внутри. Классный вот такой штрудель. Очень вкусный. Очень много мака здесь находится. Рекомендую. Всего лишь 45 гривен. После штруделя с маком, что нужно? Правильно, кофеечек. Ну и к тому же я уже немножко замерз. Поэтому кофе меня согреет. И посмотрим дальше, сколько же у нас стоит сало, а также мясо. На остановке возле ярмарки, это автобусная остановка, какие-то вот, мягко говоря, ныщемни громадяны, невоспитанные, разбили здесь остановку. Прикасаться не буду, потому что можно порезаться, но это ужас. Зашли на ярмарку. Давайте посмотрим стоимость сала. 200 гривен. Также маринованные ушко. А ушки в какую цену у вас маринованные? 250. Ага, 250. А это что у вас? 150 лишь контр-350. Ага, спасибо большое. Хорошая торговля вам, спасибо. Давайте для объективности посмотрим еще в других продавцов. Варенье малиновое. Здравствуйте. А в какую цену варенье малиновое у вас? 100. Ага, 100 гривен баночка. А шипшина в какую цену? 40. Ага, 40. И 3 на 100. Ага, и 3 на 100. Спасибо большое. Хорошей торговли вам, спасибо. Малинка. Здравствуйте. Доброго дня. А в какую цену вот такие огурчики у вас маринованные? Деки. А вот такие шампиньоны? Все по 30 гривен баночка. А, рыбочки. Угу. Это рыб с рыбом, вешенка и польский. Ага, вешенка и польский. А польский в какую цену? 30 гривен за 100 грамм. А это же кабачки у вас, да? Это баклажаны. Ага, баклажаны. Белый баклажан. Понимаете, кабачок как белый. Ага, я понял. В какую цену у вас, подскажите? 25. Ага, 25 за 100 грамм. Это вот эти гострищи, это средние гостроты. Такие солоденькие клинки, это называется солоденькие клинки. Это называется солоденькие клинки. Хочу я, то он прожил. Угу. Я же нарушили гору, пробую. Я понял. А можно грибочки вот эти попробовать? Ну, я положу, я тебе посмораду. Как поехали, будем кумать? Угу. Я дам салфетку, я дам салфетку. Угу. Угу. Это риф с рифом. Тоже такие кумоидные. Вот надо грешить. Дааа. Угу. Вот классный, но интересно. Такая. Угу. Я дам салфетку. Угу. 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 заправочка на польский там же там я сюда сколько добавить нужно грамм 150 вот таких грибочков взвесьте пожалуйста а квашеная капуста какую цену у вас я дуся или меша только свиша вот и вся капуста по 50 можно же попробовать я понял и пожалуйста на 40 гривен тогда вот такой капусточки какой вот это возьмите пожалуйста спасибо большое хорошего дня вам хорошей торговли спасибо вот взял грибочков и капусточку обязательно в конце обзора покажу что я купил и сколько же у нас все это стоит вот здесь такие интересные пряники давайте посмотрим что здесь за пряники помню в детстве когда приезжал в село у меня всегда водили на вот такие базары на ярмарке и покупали пряники друзья вы любите пряники пишите в комментариях вишни в шоколаде даже интересно халва здравствуйте ассалов какую цену у вас подскажите а вот это 180 гривен я понял это свинина у вас на какую цену подскажите свиница тоже 180 а это говядина у вас да или тоже сколько стоит говядина 2080 250 спасибо большое хорошего дня вам спасибо цены еще неплохие на сало на говядину тоже выдвигаюсь в обратную сторону постепенно ярмарка уже заканчивается потому что обед здесь обычно торговцы до трех до четырех стоят и уезжают очень много хурмы на ярмарке продается молдавский виноград киндюршина мясо уже практически ничего не осталось у них все разобрали всякие разнообразные приправы корица десять такая вот у нас атмосфера ярмарки в городе киеве погодка сегодня правда немножко подводит так пасмурно снежок небольшой сейчас идет вот прохладно. Давайте посмотрим яйца, в какую цену. Вот перепелиная 62, куриная 50. Здравствуйте, а в какую цену подскажите? 60 и 120. 60 и 120. Спасибо большое. Повидло. Очень разнообразная. Также халва. Ванильная с изюмом. Саная очень разная. Очень много различных европейских товаров здесь. Кофе лаватца. Итальянский. Цены можете видеть на видео. икра. Икра. 200 гривен. 250 грамм. лосось. Масло. Польское масло. Польское масло. 60 гривен. А сколько у тебя упаковочка сыра? 180. 180. Милка большая, по 120. ананас, кстати, по очень хорошей цене, по очень хорошей цене, 40 гривен. Это штучка, да, за 40? Да. Ага. Вот такое. Внутри. Может взять. Нет. Решил не брать, потому что там на ананасе плесень. не брать. Поэтому такая цена. Да. Снег усиливается, как можете наблюдать. на видео не видно, что снег идёт, поэтому показываю своё пальто. Да. Ну, снег мокрый, долго он не продержится, конечно. Венечки по 100 гривен. Колбаска. Интересная колбаса. А в какую цену такая колбаска у вас с фисташкой? 600 гримм. Ага, 600 гримм килограмм. Татарская вот. Колбаса, махан. А махан тоже по 600, да? Да, по 600. Ага. Грудинка. 350. Спасибо большое. Хорошей торговли вам. До свидания. До свидания. У многих людей вот такие сумочки, кравчучки. Вот берут они такие сумочки люди и ходят на ярмарке. Очень большой ассортимент буженин, балыков, колбасок, сосисок. Цены можете смотреть на видео. Грибочки по 80 гривен. Мандарины 75. Квашеные арбузы здесь также продаются по 60 гривен за 100 грамм. Чаи вот очень различные. Чаи вот очень различные. Трава мая. Хорошая детямочка. Это профессиональная информация. Знаете, вот она... Я не говорю, что я плохо. Да, то есть вот профессиональность. Чаи бывает вот так вот, знаете, зашорено. Вот это... Мыло натуральное. Косметика какая-то натуральная. Овсяный квас, сосновый квас, овсяно-сосновый квас. Никогда такого не видел. Вот так выглядит, друзья, овсяно-сосновый квас. Нет, это не полевой, а домашняя. Интересно. Я его варю. Курочка домашняя. Интересно, в какую она у нас цену. Никого здесь нету пока. Здравствуйте. А в какую цену курочка домашняя? В 70 гривен. Ага, 170 килограмм. Спасибо большое. Хорошей торговли вам. Спасибо. 170 гривен килограмм курочки. Ну вот, цены мы с вами посмотрели. Все вы видели сами. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы хотели бы приобрести на ярмарке, если бы оказались здесь. Будет очень интересно почитать. Дальше у нас будет обзор цен. Я покажу вам, что купил на ярмарке и сколько же у нас это стоит. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Друзья, наконец-то я дома. И давайте посмотрим, что же я купил на ярмарке. Смотрите, яблочки. Там можно было набирать микс с различных яблочек. Семиренко, Голден, а также другие можете увидеть на видео с ярмарки. Вот такие вот яблочки. 20 гривен за килограмм. Здесь практически 2 килограмма. Копченый сыр сулугуни. Стоимость 142 гривны. Вот так вот он выглядит. Я очень люблю просто эту точку на ярмарке. Называется молоко витславко. Там очень качественная продукция и всегда большие очереди. Вот такой кусочек мне обошелся в 142 гривны. Просто очень вкусный сыр. Я прям постоянно его беру. А вот так выглядит сыр сулугуни копченый в разрезе. Еще на молочной точке я купил шоколадное масло. Помню в детстве очень любил шоколадное масло. Мне его периодически покупали родители. И просто вау. Сейчас оно, к сожалению, в супермаркетах практически не продается. Ну или же я его не встречаю. Продается только обычное. А вот на ярмарках еще шоколадное масло есть. Вот такое. Друзья, пишите в комментариях, любите ли вы шоколадное масло. И продается ли оно у вас в стране. Будет интересно почитать. Еще такие маринованные грибочки. Просто очень вкусные. Невероятно. Я вот даже сейчас сижу и уже съел, наверное, 4 или 5 грибочков. Я просто фанат вот таких грибочков. Стоимость 30 гривен за 100 грамм. Здесь 200 грамм. Также квашеная капусточка. Стоимость 50 гривен за килограмм. Здесь я взял на 40 гривен. Вот полностью мои покупочки с ярмарки. Друзья, пишите ваше мнение относительно видеоролика в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Также, дорогие друзья, всех благодарю за просмотр данного видеоролика. Буду благодарен за лайк под видео, а также за подписку на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем мира. Всем добра.